Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наша тема это шейный сколиоз, достаточно редкое такое заболевание, даже не знаю, кто-то будет меня гуглить или нет, может быть, кто-то посмотрит ради интереса. В общем, смотрите, какая ситуация. Шейный сколиоз нам будет давать, во-первых, если это ярко выраженное проявление, неровность шеи, которую мы визуально можем отследить. Потом, конечно же, на снимочке мы будем видеть все эти дела, все эти искривления, но это не самое важное. Самое важное, что чувствует пациент, на что жалуется пациент, для чего вообще человеку, если его, ну ладно, эстетическая сторона не сильно заботит, исправлять этот сколиоз. Дело в том, что вот это сколиотическое проявление шейных отделов, оно помимо того, что может вызывать различные дегенерации наших, в общем, наших шейных позвонков, оно еще может вызывать очень сильный болевой синдром. То есть, у нас будут боли головные, могут боли быть эрадирующие, отдавать в руку, то есть, может быть спастическое, патологическое спастическое напряжение. И, допустим, там, к примеру, если это правосторонний, там, правые повздошные, правые паравертебральные мышцы, правые, к примеру, правые трапеции. Но, кстати, по поводу повздошной, вот давайте представим, если у нас такой пошел сколиоз иногрудной по всей правой стороне, иногрудной, да, и будет и в ромбовидной это уйдет, и в триггер, как всегда, между лопатками повздошной может пойти, и вот у нас будет, да, такая дуга чисто правосторонняя, вот, как буковка С латинская. Значит, в чем суть? Суть в том, что это, конечно, дело надо исправлять. И смотрите, в чем дело. Сколиоз шейного отдела слабо поддается только корригирующей гимнастике. Подобная корригирующая гимнастика, невозможно ее полноценное применение из-за того, что у нас шейные позвонки очень слабые, мышцы очень мелкие, мышечные группы шеи. Поэтому, помимо корригирующей гимнастики, здесь нужен так называемый корригирующий массаж. Он есть. Суть этого массажа очень простая. Значит, просто он делается, фактически все его силовые приемы делаются на ту сторону, которая больше всего гипертонизирована. А другая сторона делаются просто общие приемы, которые гипертонизированы. Значит, но перед этим всем должны быть устранены все воспалительные процессы сопутствующие, если такие имеются. Потом должен быть устранен миофасциальный синдром. Подробнее я об этом снимал видео в конце, в подсказках вы увидите. То есть, фактически тело должно быть полностью подготовлено к коррекции. И люди на коррекции, они могут какое-то время испытывать дискомфорт. И даже некоторые специфические ощущения, болью не назовешь. Но это достаточно такая неприятная перестройка мышц и даже некоторого положения позвонков в свое естественное, возвращение в свое естественное анатомическое положение. Мануальная терапия по окончанию курса корригирующего массажа и корригирующей гимнастики, это где-то месяца через два, обязательно просто. Просто обязательно мануальная терапия. Потому что блокады функциональной шейного отдела у вас обязательно будут. И вам обязательно нужно их устранять. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Спасибо вам за внимание, друзья. Будьте здоровы!